Больше года 15-летняя Вика Старостина привязана к аппарату «Искусственная почка». История болезни девочки началась в третьем классе. Казалось бы, с мелочи. У Вики заболела нога, от лечения началась сыпь. Врачи даже подозревали заражение крови. Однако диагноз не подтвердился, а девочку переводили из больницы в больницу. Я даже до 10 лет ни разу не болела. Только пупочная грыжа была, а простуда и даже не болела. Как заболела, у меня сразу часто простуда была. Каждый месяц в больнице лежала. Сюда привезли и сказали, что у меня почки отказали. Заболевания почек называют немыми, потому что на ранних стадиях боли в области поясницы нет, почки молчат. Насторожить родителей должны частые простуды, отеки, боли в голове, повышенное артериальное давление, анемия. Это уже повод сделать общий анализ мочи и крови ребенка. Он поможет диагностировать заболевания почек. И, как всегда, проще предотвратить, чем лечить. Активный образ жизни здесь первый помощник. Кроме того, почкам, особенно детским, нужна здоровая пища, а не фастфуды и полуфабрикаты. Следующий обязательный момент – это водный питьевой режим. Обязательно ребенок должен выпивать до двух литров воды. И так, чтобы почкам мы помогли с вами вымыть все те продукты вредные, которые в течение дня ребенок употребил, не дай бог, или которые организовались в организме. Детская заболеваемость мочеполовой системы в Самаре выше, чем в среднем по региону и России. Это связано в том числе с хорошей диагностикой болезней. Так, в год через нефрологическое отделение больницы Середавина проходит порядка 1300 детей. Валерия Макарова, Григорий Плешаков, События.